Всем привет, ребят, с вами как всегда Вофил, и добро пожаловать на шестой эпизод из серии роликов, в которой я рассказываю как, а главное почему, различные баги и стратегии, которые используют спидраннеры GTA, работают с точки зрения игрового кода. Сегодня мы наконец-то преимущественно поговорим про GTA San Andreas. Тема, на мой взгляд, не сложная, но придется внимательно слушать. Так что присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Вам, наверное, интересно, а что же изображено на экране? Это так называемое дерево миссий. На нем изображены все миссии, которые обязательно необходимо пройти, чтобы пройти саму игру. Оно также показывает порядок миссий, в котором они открываются. Горизонтальные пунктирные линии разделяют тапы игры. Los Santos, Badlands, San Fierro и так далее. Давайте взглянем на это дело поближе. Начнем с Los Santos. Граф можно читать как сверху вниз, так и снизу вверх. Например, если мы хотим узнать, какие миссии открываются при прохождении миссии Nines and Decays, мы читаем его сверху вниз и видим, что мы открываем Drive-By и OG-Log. Если же мы хотим, например, узнать, какие миссии необходимо пройти, чтобы открыть миссию Дуберман, то мы читаем граф снизу вверх и видим, что необходимо пройти Burning Desire и Caesar Weal Panda. Далее, вы наверняка уже заметили, что на экране много различных цветов. Дело в том, что в игровом коде миссии в GTA San Andreas разделены на блоки. Поэтому я миссии из одного и того же блока размещал в одной колонке и помечал одним и тем же цветом, а различные блоки помечал различными цветами для наглядности. Исключением являются персонажи, появляющиеся на различных этапах игры. Например, у Цезаря есть миссии и в Los Santos и в Badlands, но это все равно два различных блока, так как они находятся на различных этапах игры. То есть можно сказать, что цвета уникальны в рамках одного этапа. Некоторые блоки очень логичны. Например, блок миссии Big Smoke состоит из всех его миссий и только из его миссии. Однако существуют и различного рода, так сказать, приколы. Например, у OG-Log на самом деле 5 миссий и House Party указано в этом списке дважды. Дело в том, что катсцены, в которые OG-Log вас приглашает к ему на вечеринку, на самом деле с точки зрения кода считаются отдельной миссией. Катсцены в данном графе я помечал курсивом. Кстати, не все подобные катсцены считаются миссиями. Еще одним примером необычности является блок, помеченный в коде как Казино. В него входят миссии, выдаваемые разными персонажами и в разных местах, но они все относятся к одному блоку. Ну и наконец, у финального блока есть небольшая особенность. Последняя миссия в игре, End of the Line, на самом деле является тремя отдельными миссиями. То есть, как вы видите, не все так очевидно, как могло показаться на первый взгляд. Однако наличие подобной схемы упрощает понимание всего происходящего. Зачем вообще рассказывать про эти блоки? Дело в том, что понимание их работы поможет нам ответить на вопрос, как пропускать миссии и почему не все миссии могут быть пропущены. Давайте разбираться на примере. Для каждого блока миссий в игре существует скрипт, который отвечает за старт миссии из этого блока. В нем проводятся различные проверки по типу, находится ли игрок в маркере и если все условия выполнены, то стартует миссия. Логичный вопрос, а как скрипт понимает, какую конкретно миссию нужно запустить сейчас? Ответ очень прост. У каждого скрипта есть счетчик, который считает, сколько миссий из блока вы уже прошли. Изначально он равен нулю и каждый раз, когда вы проходите миссию, он увеличивается на единицу. Соответственно, если вы прошли 4 миссии за свита, то скрипт знает, что следующей миссией, которую нужно начать, является drive-by. А вот как это выглядит в коде. На экране сейчас выделены проверки назначения счетчика и запуск самих миссий. При прохождении миссии, соответственно, счетчик увеличивается на единицу. Напомню, что плюс-плюс означает увеличить на единицу. Спасибо Definitive Edition за слитые исходники скриптов. Таким образом, чтобы пропустить какую-то миссию, нам нужно обмануть счетчик. Как это сделать? Тут в игру вступает понятие, называемое дюпинг. Для тех, кто не знает, дюпинг это старт двух миссий одновременно. При этом это не обязательно должны быть различные миссии, это может быть одна и та же миссия, запущенная дважды. Естественно, разработчиками подобная механика не планировалась. Однако, игроки нашли различные баги для того, чтобы достичь этого. Давайте посмотрим, что происходит на реальном примере, который на сегодняшний день используется в спидранах. Спидранеры дюпают миссию теги на птерф и, соответственно, проходят ее дважды. Напомню, что прохождение миссии увеличивает счетчик на единицу. Но так как мы проходим ее дважды, то и увеличение происходит два раза. Таким образом, финальное значение равняется двойке. Теперь, когда мы попытаемся начать следующее задание за свито, у нас начнется миссия Drive Thru, пропуская Cleaning the Hood полностью. Итого, прохождение какой-либо миссии дважды, увеличивает счетчик на два и пропускает следующую миссию из блока. И это, в принципе, весь механизм. Как я и говорил, ничего сложного в нем нет. Давайте теперь поговорим о том, почему не все миссии можно пропустить. Первой причиной является то, что не все миссии можно дюкнуть и пройти дважды. По различным причинам. Например, в некоторых ситуациях игра просто крашится. Далее, вполне очевидно, что нельзя пропустить первые миссии из блоков. Потому что счетчики всегда стартуют с нуля. У вас нет никакой возможности начать их с единицы. Еще одной важной темой является то, как происходит открытие новых блоков. В GTA San Andreas используются разные методы. Первый – это открытие напрямую при прохождении какой-либо миссии. Например, прохождение 9CTCase открывает OG Log. Прохождение Drive-By открывает Home Invasion. Я помечал такие связи красным цветом на графе. Получается, что вам нельзя пропускать ни 9CTCase, ни Drive-By, ни любую подобную миссию. Так как вы не откроете блоки, в данном случае Big Smoke и Rider, и не сможете продвинуться в вашем прохождении дальше Лос-Сантоса. Второй метод открытия новых миссий заключается в проверке счетчиков. Можно сказать, что он также делится на два вида. Первый довольно безобидный, где используется знак «Больше». Например, спидранеры дюпают миссию Burning Desire, что переводит их счетчик с 0 на 2. Но это не проблема, так как для того, чтобы открыть миссию Доберман, вы должны пройти больше 0 миссии. 2 больше 0 – никаких проблем нет. Окей, а вот вам другой пример. Если вы каким-то образом дюпните и пройдете миссию 555 V-Tip дважды, то у вас будут проблемы. Вы также сдвинете счетчик с 0 на 2, и таким образом не сможете открыть миссию Deconstruction, потому что там стоит жесткая проверка на то, что счетчик равен 1. Соответственно, в подобных ситуациях также нельзя пропускать миссии. Ну ладно, я думаю, вам достаточно информации для размышления. Если кому-то интересно и кто-то хочет поискать еще подобных ситуаций, то ссылочка на данное изображение будет, конечно же, в описании. Давайте я теперь вам покажу ситуацию, когда дюп позволяет пропустить более 1 миссии. Чтобы открыть миссию Ейка Бум Бум, нужно пройти Торино Сла Слайт и всю цепочку миссий Завузи. Однако, если мы дюпнем Торино Сла Слайт и пройдем эту миссию дважды, то мы поменяем счетчик с 8 на 10. А этого достаточно, чтобы открыть монстр, миссию из следующего этапа игры. Таким образом мы пропускаем не только Ейка Бум Бум, но и все миссии Завузи, потому что по факту они нужны только для того, чтобы открыть миссию, которую мы пропустили. И раз уж мы заговорили про монстр, давайте я расскажу прикол, связанный с ним. Помимо термина дюпинг, существует еще один – масс дюпинг или массовый дюпинг. Он означает старт миссии более двух раз. Спидранеры стартуют и проходят миссию монстр аж 8 раз. Это позволяет пропустить почти все миссии из ветки Дезерт и открыть Грингу. На самом деле имеется небольшая особенность. У миссии Learning to Fly я поставил звездочку. Дело в том, что фактически у нее свой собственный скрипт, однако ее прохождение также увеличивает счетчик миссии за Дезерт. Более того, в данной миссии условие открытия не жесткое, там стоит знак «Больше». Поэтому эта миссия также остается открытой. В итоге у вас появляется выбор, что вы хотите пройти – Learning to Fly или Грингу, потому что пройти нужно что-то одно. Но фактически у вас этого выбора нет, потому что чтобы открыть блок миссии «Казино», вам обязательно нужно пройти летную школу. И это, пожалуй, все, что я хотел рассказать про пропуск миссий в GTA San Andreas. В качестве бонуса давайте рассмотрим, как устроены миссии и в других GTA. GTA 3 и GTA Vice City устроены одинаково. В них нет никаких блоков миссии. Вместо этого на каждую миссию существует свой скрипт. И вместо счетчика у нас просто флаг, который проверяет, опройдена миссия или нет. Если миссия не пройдена и мы находимся на координатах маркера, то миссия запускается. Если же мы миссию проходим, соответственно, мы попадаем в часть, которая отвечает за прохождение миссии. Где нам дают деньги и так далее. Тут мы флаг ставим в единицу. И после этого запускаем скрипт, ответственный за старт следующей миссии. Соответственно, при дюбе и прохождении какой-либо миссии дважды, вы не пропустите следующую миссию. Вместо этого она будет начинаться дюкнутой по умолчанию. Можете считать, что вы как бы спауните два маркера старта миссии. Это не совсем так, но достаточно близко и удобно для понимания. В GTA Liberty City Stories ситуация немножко другая. Так как игра вышла после GTA San Andreas, то она унаследовала от неё систему с блоками миссий и счётчиками. Однако дюк по прохождении миссий дважды не позволит вам пропустить следующую миссию. Дело в том, что вместо того, чтобы при прохождении миссии увеличивать счётчик на единицу, как это было в GTA San Andreas, разработчики захардкодили конкретные значения. Например, если вы проходите третью миссию за Винчензо, то игра буквально говорит, у Снэйч счётчик пройденных миссий за Винчензо равным тройке. Неважно, сколько раз вы пройдёте эту миссию, он всё равно останется равным тройке. Самым интересным примером, пожалуй, является GTA Vice City Stories. Там дюк миссии действительно может пропустить следующую миссию из текущего блока. Однако в некоторых ситуациях возможно пропустить миссию из совершенно другого блока миссии, то есть из блока миссии за другого персонажа. Подробно останавливаться на этом не будем, потому что это не основная тема данного ролика, да и система там настолько сложная, что заслуживает отдельного эпизода. Вот, в принципе, и всё, о чём я хотел вам сегодня рассказать. Как обычно, если что-то осталось непонятным, не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях. Я обязательно вам помогу. В этот раз челлендж очень простой. На сегодняшний день в спидране Any% пропускают аж 29 миссий, если я посчитал правильно. Я показал вам 14. Ваша задача состоит в том, чтобы назвать оставшиеся миссии. Присылайте ваши ответы в формате, какую миссию нужно начать, сколько раз её нужно начать и пройти, и какую или какие миссии это пропустит. Я также прошу вас ограничиться лишь одним ответом, чтобы как можно больше людей могло поучаствовать. Как обычно, если ваш ответ верный, вы получите сердечко под комментарием. Опросы для выбора следующей темы появятся примерно через 3 дня после выхода данного ролика. Я также оставлю ссылочку на него в прикреплённом комментарии. Большое всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, поставьте ему лайк. И если вы не хотите выпустить следующий эпизод, подпишитесь на канал. С вами как всегда был Вофил. Всем удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!